Есть, хорошо. Тогда, собственно говоря, тема сегодняшнего митинга у нас будет блокчейн, мобильный iOS клиент для, скажем так, интерпрайс-солюшенов. Скажем так, больше в этой презентации будет фокус именно на то, как попробовать, как создать свое первое приложение на блокчейн и, собственно говоря, как его интегрировать вместе с мобильными девайсами. Это будет основной целью этого топика. Соответственно, такой сразу же первый вопрос. Перед тем, как мы углубимся немножко в технические детали, кто уже знаком с какими-нибудь фреймворками на блокчейне, что-либо там пробовал или даже просто слышал? Давайте с этого начнем. Судя по тишине, в принципе, всем будет интересно послушать с самого начала. Окей, тогда будем начинать. Собственно говоря, расскажу, кто я. Я являюсь техлидом в Center of Excellence. Есть у нас такое подразделение в соцсерве. Занимаюсь я на данном этапе мобильными приложениями под iOS плюс блокчейн-солюшенами. Это то, над чем я сфокусирован последние полгода. Для начала, собственно говоря, начнем с немножко теоретических аспектов для того, чтобы быть, скажем так, на одной волне и понимать, как это все работает под капотом. Начнем с самого простого, собственно говоря, что такое блокчейн. По сути говоря, блокчейн это децентрализованное распределенное хранилище транзакций. Не более чем. То есть у нас есть некая структура данных, которая представлена блоками, которые соединены в цепочку по принципу использования хэша предыдущего блока. То есть каждый следующий блок хранит в себе линку на предыдущий виде хэша и таким образом у нас происходит линковка абсолютно всех данных в нашей сети. Соответственно, каждая нода в сети будет в себе хранить локальную копию всего блокчейна. Это то, что гарантирует нам эта технология. Соответственно, если у нас есть много нод, то как-либо подделать блокчейн весьма трудно, потому что у каждого из участников этой сети есть как раз локальная копия. Соответственно, если мы у себя что-то пофиксили, подправили, это совсем вообще никак не будет афактить общую нашу сеть. Собственно говоря, это нас приводит к таким понятиям, как леджер. Собственно говоря, это базовое понятие, которое используется в интерпрайз-системах, так называемые distributed ledger technology. Это означает, что у нас есть некоторое, как это называется, book of record, то есть есть хранилище записи, назовем ее так. Если раньше в интерпрайзе это все использовалось в контексте какого-то централизованного хранилища, то есть у нас была какая-то база, где мы хранили все наши записи, то в контексте, скажем, блокчейн-системы эта база становится распределенной. То есть у нас есть список наших блоков, они все хранятся у каждого участника, соответственно, таким образом достигается распределенность. Про блок я уже рассказал, что это определенная структура данных, которая содержит в себе хэши всех транзакций, которые были в нем запечатаны, плюс хэш предыдущего блока. Одно из самых главных понятий, с которым встречается в блокчейн-системах, это генезис-блок. Собственно говоря, это просто первый блок в цепочке, то есть он генерируется по псевдорандамному принципу, соответственно, сгенерировали хэш, и отталкиваясь от этого хэша, мы уже будем строить нашу цепочку в дальнейшем. Так, и еще если рассказать про, скажем так, основные сущности внутри блокчейн-систем, первое это ассеты, собственно говоря, это просто диджитал, такое представление вообще любой сущности, которую мы только можем придумать. Соответственно, транзакция это какая-то некая операция над этими ассетами, но и контракт не более чем просто условия, при которых транзакция может быть выполнена. То есть в действительности, когда мы, например, говорим про смарт-контракты, эфир и все прочее, то смарт-контракт это не более чем условия, при которых мы можем провести транзакцию. Ничего там сложного и сверхъестественного нет. Да, там можно писать какой-то дополнительный код, который будет выполняться, но он в действительности рассчитан исключительно на то, чтобы проверять условия, не более чем. Теперь, я думаю, стоит поговорить немножко о том, что же такое консенсус в блокчейн-системах. То есть это, собственно говоря, тот алгоритм, который позволяет нам создавать блоки. То есть если говорить про блокчейн-системы и рассматривать их в контексте того же биткоина, то там используется proof-of-work. Мы считаем хэш по определенному правилу, мы должны, скажем так, выиграть так называемую лотерею, то есть мы должны сгенерировать хэш, который соответствует определенным условиям. Когда мы это делаем, считается, что вот мы выиграли лотерею, соответственно, мы можем разослать этот блок другим участникам сети и они должны его принять, поскольку мы первые, кто его сгенерировал. В остальных системах может использоваться просто невероятное количество разнообразных алгоритмов, они появляются с периодичностью, там, наверное, где-то раз в месяц кто-то делает новую вариацию консенсуса. Но самое популярное это proof-of-work, proof-of-stake, то есть в proof-of-stake мы учитываем долю ноды, которая участвует в консенсусе. Proof-of-authority, proof-of-weight, proof-of-elapsed-time и куча других proof-of что-то там. Соответственно, из того, что наиболее сейчас популярно, это, естественно, proof-of-work, поскольку это был первый алгоритм, который использовался в биткоине. Ну и на данный момент в большинстве системах, которые относятся именно к интерпрайсу, используется proof-of-stake. Как более такая легковесная версия для консенсуса в контексте использования той же энергии, поскольку главным минусом proof-of-work является, собственно говоря, сложность использования энергии для того, чтобы поддерживать систему рабочей, для того, чтобы генерировать блоки. Какие же, собственно говоря, основные преимущества, которые сейчас дают блокчейн-системы для, скажем так, вообще любых солюшенов, в том числе и интерпрайса? То есть первое, что они дают, это распределенное хранилище в Shared Ledger, далее они дают функциональность смарт-контрактов, то есть сейчас на данный момент, если фреймворк не поддерживает возможность писать на нем контракты, он не будет популярным просто потому, что никому не будет нужен. Все хотят смарт-контракты, все хотят писать какие-то условия, все хотят, чтобы транзакции проходились автоматически и при этом генерировали кучу бизнес-логики. Соответственно, без смарт-контрактов на данном этапе это сделать невозможно. Что еще важно для интерпрайс-систем? Это, естественно, приватность и, собственно говоря, что гарантируется самой архитектурой блокчейн-систем, это траст. Думаю, это такие весьма очевидные, но полезные вещи для того, чтобы систематизировать свои знания по блокчейну. Так, еще из плюсов можно отметить то, что с помощью блокчейн-систем мы можем трекать происхождение вообще любого ассета, который мы вводим в систему. То есть, например, если мы рассматриваем в контексте какого-нибудь соплайн-чейна, так называемого, то есть, например, у нас есть цепочка поставщиков и мы хотим проследить, как перемещаются какие-то, например, запчасти для нашего продукта. Причем это может быть реальный физический продукт. Соответственно, с помощью специальных, например, маркировок мы можем это все затрекать внутри системы. И таким образом мы можем быть уверены, что мы используем, например, только сертифицированные запчасти или только те запчасти, происхождение которых мы знаем. То есть, условно, мы избавляемся от теневой экономики в контексте использования каких-то частей, из которых мы собираем наш продукт. Соответственно, что нам гарантирует происхождение, это неизменяемость блокчейна. То есть, для того, чтобы что-либо поменять в блокчейне, нам нужно как минимум произвести так называемую атаку 51%, что в действительности при налаженной системе уже, когда у нас есть много нот, практически невозможно. То есть, если у нас работает сеть, то, скажем так, сгенерировать дополнительно половину мощности для того, чтобы что-то изменить, это весьма сложно. Соответственно, из этого выплывает наш последний бенефит, о котором я сейчас хочу сказать, это финальность. Как только мы что-либо записали в блокчейне, все, оно там осталось аналитика. То есть, мы не можем его оттуда удалить никаким образом. Это, с одной стороны, и плюс, и с другой стороны, естественно, будет минусом, поскольку у нас будет расти размер нашего леджера пропорционально тому, как мы будем проводить наши транзакции и вообще, сколько он заберет участников сети. Соответственно, с тем, что та проблема, с которой столкнулись, в принципе, все полные биткоин-клиенты, когда там нужно выкачивать просто гигабайты данных для того, чтобы засимкаться с текущим состоянием биткоина и иметь возможность сгенерировать новые блоки. Соответственно, нам нужно очень много места для того, чтобы это все делать. Итак, перед тем, как мы, собственно говоря, перейдем к практической части и посмотрим небольшое демо, я еще хочу рассказать о том, какие на данный момент есть лидеры на рынке, на которых, собственно говоря, пишется, ну, скажем, 95% салюшенов, которые есть. Естественно, это эфир, который после оригинального биткоин-клиента стал самым популярным, скажем так, фреймворком или платформой, да, на которой сейчас пишутся разнообразные смарт-контракты, да и вообще очень много существует форков для разнообразных криптовалют, платформ, обменников и всего прочего. Но в контексте именно интерпрайз-систем более популярными являются фреймворки и платформы от Hyperledger. Собственно говоря, Hyperledger это так называемый umbrella project над целым синейством платформ. Они опенсорсные, соответственно, можно пощупать, можно скачать, можно даже там что-нибудь подправить, зафиксить и отправить это на ревью в комьюнити. И чем это хорошо? Тем, что на данном этапе в эти опенсорс проекты вкладываются очень большие игроки рынка. Это в том числе IBM, Intel и многие-многие другие. Вот в этой презентации мы рассмотрим продукт Hyperledger Composer. Он был написан IBM, выложен в общий доступ и на данном этапе развивается в open source. Также из очень многообещающих платформ на данный момент стоит отметить Adjoin Uplink, с которым, собственно говоря, Software сейчас является простнером, и Hashgraph. Вот на данном графике, собственно говоря, показано, какие платформы на данном этапе можно интегрировать в свои solution. То есть это такой как больше совет для тех, кто хочет выбрать какую-либо платформу, попробовать ее, например, интегрировать в собственный solution. Здесь можно увидеть, что как раз для того, чтобы уже адаптировать и использовать, мы можем использовать и фирм, и Hyperledger Fabric. Для всего остального мы должны быть более внимательны, ввиду того, что не существует реальных доказательств, насколько эти системы будут хорошо работать в продакшене. Существует очень много прототипов, но, скажем так, сравнивать прототипы и реальные системы очень сложно, ввиду того, что совсем разные требования и совсем разные нагрузки на проекты. Соответственно, все решается только в тот момент, когда мы в действительности пробуем, интегрировали, запускаем проект. Так, теперь, собственно говоря, перейдем к нашему продукту, который мы сегодня будем рассматривать. Hyperledger Composer является высокоуровневой оболочкой, которая позволяет нам писать быстро прототипы. Быстро в контексте блокчейн-системы означает, что мы в течение недели можем выкатить готовый продукт, который можно будет пощупать, который будет обладать какой-то минимальной функциональностью, но он уже будет блокчейн-системой, он уже будет где-нибудь развернут, и мы к нему уже напишем какой-то минимальный клиент. Будь это, например, какой-нибудь веб-клиент или же, как в нашем случае, iOS-клиент. На данном графике показана общая структура, из чего состоит блокчейн-солюшен. На данном этапе, в принципе, даже не нужно обникать, что это такое. Это исключительно файлы, которые создаются для того, чтобы обработать всю систему. Так, думаю пробегаться по каким-то совсем детальным теоретическим концептам из Composer мы не будем. Я думаю, сразу лучше перейти к демо и посмотреть, как оно будет работать в Joule. Итак, давайте тогда мы откроем наш Composer. То есть в действительности Composer это не более чем веб-кликуха, которая позволяет нам писать солюшены в таком минимальном виде, как позволяет делать это IDE. То есть у нас есть редактор, в котором мы можем задефинить нашу модель. Это вот как раз так выглядит редактор, где мы создаем наши ассеты. И после этого мы можем, например, задефинить определенные транзакции, которые мы будем проводить над нашими ассетами. Транзакции пишутся вообще на JavaScript. Соответственно, даже если мы не знаем JavaScript, в принципе, за 15-20 минут гугления мы можем подобрать то, что нам нужно. Ну и последнее из чего состоит редактор, это пермишены. То есть существует отдельный файл, в котором мы определяем, что мы можем делать над нашими ассетами. То есть у каких участников сети есть какие права, как мы можем редактировать, добавлять, удалять. И, собственно говоря, практически это все, что позволяет делать наши пермишены. После того, как мы это все написали, на данном этапе у нас это все готово, мы можем это протестировать. Здесь есть отдельный режим для теста, где мы можем посоздавать все, что мы хотим. Отдельно сейчас быстро расскажу, что здесь за бизнес-кейс, поскольку без понимания того, что это будет весьма сложно дальше проводить демо. Так, вот. Собственно, это кейс, который связан с одной из проблем в страховании. Собственно говоря, что это за проблема? Существует такой момент, что злоумышленники пытаются дважды получить выплаты от страховых компаний. Каким образом? Например, человек попадает в ДТП, оформляет в разных страховых, собственно говоря, это происшествия, после чего получает дважды выплату. Ввиду того, что на данном этапе синхронизации между страховыми компаниями просто-напросто не существует. То есть данные одной страховой компании, они не шарятся между данными другой страховой компании. Как блокчейн поможет здесь вообще что-либо решить? Здесь мы можем как раз добавить прозрачность в процесс вообще принятия страховых случаев. В данном конкретном кейсе мы можем сделать распределенное хранилище, в котором мы будем, скажем так, записывать все наши страховые случаи, и после чего к этим страховым случаям будут как раз назначаться определенные операторы, которые будут процессить все эти случаи. И на том этапе, когда мы пытаемся задефинить, была ли выплата, мы это можем проверить с помощью блокчейна. Просто-напросто была ли у нас подобная транзакция. Если она была, то мы уже, естественно, денег выплачивать не будем. Основной плюс этого всего, что это не нужно будет делать ручками, это будет написано самим контрактом. То есть контракт у нас должен проверять, можем ли мы сделать выплату. Оператор в данном случае нужен только для того, чтобы, скажем так, проверить, что же прошла ли транзакция, и если она не прошла, просто ее мануально зареджектить. Это, скажем так, по процессу самому этого кейса нужно. Так. Теперь, когда мы знаем, что это за бизнес-кейс, можно перейти к рассмотрению самого клиента. Имплементация самого клиента, она довольно-таки в действительности простая. То есть это не более чем обычный REST клиент, написанный на слифте. Здесь, в принципе, даже рассматривать с точки зрения архитектуры, наверное, и нечего, ввиду того, что это простенькая модульная, даже не модульная, а уровневая архитектура, в которой у нас есть моделька, у нас есть представление, и, собственно говоря, у нас есть вьюшки. Соответственно, для прототипа не было какой-либо цели заимплементить, что-то более сложное, просто потому что оно здесь не надо. Соответственно, из того, что я хочу рассказать именно по самому iOS-ному клиенту, это как быстро сгенерировать API для нашего REST. То есть после того, как мы задефинили нашу блокчейн-сеть и ее куда-то задеплоили, мы можем поднять встроенными средствами композера REST-сервис. Вот так он, в принципе, выглядит. То есть здесь есть простая API, где мы можем получать различные наши сущности и манипулировать с ними. Теперь основной вопрос состоит в том, как быстро написать к этому REST-серверу клиентский код. То есть в данном случае мы, например, можем взять какой-нибудь простой запрос, то даже вот у нас здесь есть пример того, как это делается, и воспользоваться генератором кода на основе JSON-а. Это то, что может позволить нам немножко ускорить и облегчить нашу жизнь. То есть, как мы видим, после того, как мы вставляем сюда какую-либо JSON-ку, у нас получается готовый Swift-класс, который мы можем скопировать. Естественно, мы его должны будем немножко редактировать, поскольку по дефолту он не будет удовлетворять всем нашим требованиям. Но, скажем так, для моделей, которых до 10 разнообразных сущностей, это очень хорошо ускорит работу, поскольку мы просто копипастом возьмем и генерируем сущности, после чего уже там используемся каким-нибудь нашим самописным коннектором, если мы не используем какую-либо библиотеку, либо же если мы используем библиотеку, то нам даже будет лучше. У нас уже, по крайней мере, будет готова моделька. Собственно говоря, на этом основные сложности в имплементации именно iOS-клиента для блокчейн-системы не заканчиваются. То есть с точки зрения iOS-апликухи, блокчейн-системы это не более, чем какой-либо сервис, который представляет собой набор операций над данными, которые у нас есть. iOS-апликуха, она может быть даже и не будет знать, что это блокчейн, ей это даже не важно. То есть на данном этапе в основном все платформы и сноморки как раз предоставляют какой-нибудь REST API, который позволит нам создавать не только мобильные аппликухи, но и, скажем, веб-апликухи. То есть с точки зрения разработки под блокчейн, нам не нужно ничего дополнительно доучивать. И в принципе эта задача исключительно бэкэнд ребят, которые будут заниматься написанием блокчейн-кора. Но если мы хотим попробовать, как это все работает самостоятельно, то даже не имея опыта работы с бэкэнд-системами, как раз основное преимущество Hyperledger Composer состоит в том, что он позволяет быстро научиться делать блокчейн-систему. То есть здесь нет дополнительных сложностей, связанных с изучением нового языка. Он довольно простой, он хорошо документирован, соответственно порог вхождения в, скажем так, эту систему довольно-таки низкий. Попробовать ее можно абсолютно легко. Так, теперь можем попробовать запустить это все в части и посмотреть, как оно работает на iOS. Сейчас будем создавать юзеров, которые будут пытаться обмануть страховщиков. И как раз посмотрим, как это дело работает со стороны iOS, и потом проверифицируем, что оно все создалось, используя встроенные средства Composer и еще одну штуку, о которой я расскажу чуть-чуть поздно. О, замечательно. Запустились. Давайте для начала зарегистрироваем нашего нового пользователя. Регистрация прошла. Давайте для начала достоверимся, что наш пользователь был создан. Перейдем обратно в наш Composer, проверим, был ли создан наш пользователь. Вот, как мы видим, такой пользователь только что создался. Собственно говоря, так мы провалидировали, что наш iOS-клиент работает и действительно общается с нашим .chain core. Еще один способ, по которому мы можем это проверить, например, если мы не хотим использовать Composer, он позволяет возможность автогенерировать Angular-аппликуху. То есть мы, даже не имея опыта работы с веб-аппликациями, можем генерировать аппликуху простенькую совсем, которая позволит нам делать все то же самое, что и наш iOS-клиент. Соответственно, это очень удобно, в том числе для дебага, когда мы не понимаем, что у нас не так пошло с точки зрения iOS-аппликухи. Как мы видим, здесь можно посмотреть абсолютно все то же самое. И эта веб-аппликуха имеет полную функциональность для создания ассетов, проведения транзакций и все, что нам нужно. Единственное, что здесь нет, здесь нет аналитики относительно созданных блоков, как были проведены транзакции, но это позволяет делать другая тула, которая тоже идет в пакете с Composer. Это называется Hyperledger Explorer. То есть это такая простая утилита, тоже является веб-аппликухой, которая поднимается вместе с Composer и Angular и позволяет нам смотреть, какие у нас транзакции были проведены. То есть вот, как видите, я два часа назад подготовился и создал базовый скелетон для нашей аппликухи. И вся эта информация, она здесь записана. То есть мы можем посмотреть, что когда было сделано, какие хэши, как оно собирается в одну цепочку и все, что с этим связано. Так, соответственно, после того, как мы создали нашего пользователя, давайте залогенимся. Тут в качестве стабов, конечно, использованы жуткие автогенераторы для ID-шников. Соответственно, придется сейчас ввести его. Так, ну, например, в качестве ассета давайте создадим Policy. Policy это такого рода, как... Ну, это можно назвать, собственно говоря, страховым документом, страховка. То есть в нее есть какая-то ID-шка и в нее есть описание. То есть здесь кейс самый базовый, соответственно, ничего более сложного придумывать на данном этапе не нужно. Сам Policy. Ждем. Оп. Наш аясный клиент обновился и показывает, что у нас уже есть политика. Соответственно, ее таким же образом можно провалидировать. Любое действие в блокчейн-системе, оно будет трекаться внутри блокчейна. Собственно говоря, когда мы даже не проводим транзакции, но тем не менее создание какой-либо сущности само по себе является транзакцией. То есть мы делаем какое-то действие, которое должно быть где-либо записано. Вот наше последнее действие, которое было минуту назад. Вот мы создали, как кажется, нашу политику. То есть все это дело визуализируется, все это дело легко отдебажить. И в контексте именно самой разработки блокчейн-систем нет абсолютно ничего страшного и сложного. Здесь единственное, что это нужно просто привыкнуть к особенностям самой распределенной системы, как она общается между собой. И если говорить о внутренностях самой системы, то они довольно-таки хорошо инкапсулированы. И, скажем, с точки зрения iOS, Android, Applique, Web, Applique, не нужно задумываться о том, как происходит консенсус. Все это делается под капотом. Мы видим только для себя определенную опиху. Вот, собственно говоря, это примеры Апликухи, Эксплорера, Дашборда. И таким образом мы переходим к финальной нашей части. Это все, что я хотел рассказать по поводу iOS-ных клиентов и такого базового внедрения в блокчейн-системы. Это даже можно назвать таким коротеньким анонсом будущего воркшопа. То есть на данном этапе разрабатывается двухдневный воркшоп, по итогам которого можно будет как раз вживую попробовать Hyperledger Composer, немножко окунуться именно в development, то есть не просто это посмотреть и услышать, но еще и подевелопить и реально столкнуться с теми проблемами, которые будут возникать постоянно в контексте разработок блокчейн-систем. Какие у вас есть вопросы по данному демо, по данной сессии, по материалу, который вы только что просмотрели? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...